На самом деле, мои родители вели для меня приятно сейчас иногда смотреть, опять же, их перелистывать, эти воспоминания. И я хочу, чтобы моя дочь те же самые эмоции испытывала потом, когда подрастет. Все-таки памятные моменты, они не вернутся никогда. Поэтому веду. Мы стараемся нестандартно, как раньше, распечатывать фотографии. У нас есть фотоальбомы по определенным событиям, например. Мы поехали на море. Обязательно приезжаем и делаем фотоальбом, готовый как фотокниги. На память, чтобы в какой-то момент взять и посмотреть, вспомнить, как это было, какие мы были. Посмотреть на детей, как они изменились. На данный момент нет, пока еще. А так в планах, да, есть. Все равно же будет в любом случае интересно, когда она уже подрастет, показать ей, как она себя вела. Хулиганила, не хулиганила. Маленькая была. Ей даже сейчас интересно, как она себя вела, когда ей был годик. А так, да. Думаю, в любом случае будет. Фотографии-то делаем, но почему-то их мало распечатываем. Но альбомы у нас остались. Есть, конечно, которые там с нашего детства. У нас есть такая традиция. Мы как бы считаем, что фотоальбом посмотреть это лучше, чем где-то в компьютере или в телефоне. Мне кажется, дело в том, что на компьютере, например, на телефоне держать фото не совсем, может быть, удобно. Вдруг поломка и не сохранишь фото. А в альбоме всегда сохраняться на более долгий срок, поэтому и держим в альбоме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова